Это мой лес. Сэм, хай, с вами Юджин и сегодня... Мы играем с вами в The Long Dark и у меня неприятное известие. Дело в том, что я по своим личным подсчетам думал, что этот выпуск будет сотым, юбилейным. Но мои расчеты это не самое достоверное, что может быть в этом мире. И я посмотрел на наш плейлист The Long Dark и увидел несколько видео, которые миксы. То есть это по сути не выпуски, а именно часовые миксы из каких-то выпусков по Лонг Дарку. И я их удалил из плейлиста, потому что они принадлежат плейлисту миксы. А в The Long Dark должны быть только выпуски по Лонг Дарку. И посмотрите, что получилось. 94. Это не юбилейный выпуск. Это 95. Что в принципе не так уж и плохо, потому что у меня есть шанс подготовиться к сотому юбилейному выпуску, сделать что-нибудь особенное. Ну а пока что мы приступаем. Проснитесь и пойте, Евгений. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите в обнимку с обледеневшим трупом. Хотя нет, вот именно это вы и делаете. Зачем вы это? О, я не знаю. Хоть я игмишкой и умею проникать в ваши сны, я не могу понять, о чем же вы думаете. Но есть кое-что, что я знаю наверняка. Это то, что мы еще с вами встретимся, Евгений. И будьте уверены, дырка будет не в моей голове в этот раз. Нет, вы не возьмете ружье в руку, не зарядите его. И не наставите прямо на меня прямо сейчас. Иди... Это мы еще посмотрим. Мы проснулись в красном амбаре. И теперь нам нужно здесь прожить три дня. Большое спасибо, труп. Мне было очень приятно с тобой спать. Когда я ложился спать, додумался ли я выложить кишки? Да, додумался. Я очень умен. Вот оно здесь все просушивается. Скоро скрафтим себе. Мега крутотень. Так, что у нас тут есть? Свинина с фасолью. Блин. Еще и аварийный фонарь. Еще один целый аварийный фонарь. Слушайте, я не знаю, я не могу сказать, что мне нужно брать еще один фонарь. И, естественно, я очень хочу. Это 28%. Ооо. А это сколько? 53. Ммм, придется взять оба, короче. В первую очередь давайте все прошарим. Набор для очистки ружья, приличные рабочие перчатки. Это картонные спички, зашибись. У меня идея такая. Мы не будем просто спать в этом доме. Мы будем шарить по местности. Будем что-нибудь искать интересное. Все барахло лишнее надо сложить. За что у нас? Это уголь. Собственно, вот. Прекрасно, все сложили. Теперь мы будем бегать резво, да. И, кстати, вы там советы давали в комментариях, кажется. Такие советы, что, мол, если ты не будешь голодать какое-то там время. И, по-моему, если будешь ходить чуть-чуть перевешенным, то тогда у тебя вес будет побольше. Ты сможешь больше таскать. У меня нет повода не доверять вам, друзья. Поэтому давайте возьмем с собой еды и что-нибудь тяжеленькое. Канистры, вот. А теперь нямкать. Здорово. Будем мониторить эту штуку. Посмотрим, вдруг это сработает. Внутри патрон для револьвера. И водичка. Ой, и носки. И еще одни потрепанные перчатки. И факел. И ботинки. Слушайте, прекрасно. Полная амуниция. И еще один шкафчик просто открытый. И он пустой. Ну, естественно, кто будет закрывать пустой ящик, да? Что-то тут есть еще. Давайте открываем свет. Свет? Добудь. Будь. Добудь. Добудь со мной. Так сказал я, когда вошел в темное помещение. Свет. Добудь. Заходим в машину. Что тут? Что тут есть? А, замечательно. А, это что такое? А, отлично. Точильный камень. Все нам очень пригодится. Будут точить топор. Ткань и... Простой инструмент. О, высушенная кожа. Отлично. Пачка дров. Конечно, нам столько не нужно с собой таскать. Давайте их бросим. Бросить, бросить. Хорошо. У нас вот в этом ящике, получается, лежат бревна. И вот тут вот. Стой, 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 стой. Ой, какой говнючок лежит тут, а, оружейный патрончик. Хотел сныкаться от меня. Все, я понял. Нельзя доверять самому себе. Надо просто очень дотошно смотреть. Восемь гребаных два на секунду спустя. Все, мне надоело смотреть. Итак, наше задание. Прожить в амбаре еще, по сути, три дня. Это я могу. Но сначала надо что-то поделать. Давайте будем искать провизию. Потому что нам очень много мест нужно будет посетить за это прохождение. И... Черт подери, мне так хочется убить волка. Вы не представляете. Как бы я его сейчас убил? Я бы его вот так убил. Абдыщ. И у волка третий глаз. Кстати, стрелы, да? Мы же можем их юзать. Действительно. Сломанные. Но это мы починим. Это мы починим потом. Ой, еще хочу лук сделать. Я еще с лукой никогда никого не убивал. За все 95 выпусков, получается, я ни разу ни в кого луком не стрельнул. Или стрелял. Кто помнит? Я уже не помню. Собственно, цель у нас... Ой, минус 21 почти. Мы немножко погуляем. Мам, я немножко погуляю. Хорошо, Жень. Так далеко не уходи. Что вы ржете? Вот если бы вас нашли в амбаре, вы бы тоже считали его мамой. Опа, березки на роще. Там что-то интересное будет. Удивительно, все волки разбежались. Они поняли, что сезон охоты начался. Не то, чтобы я его когда-то закрывал. Он был всегда открыт. Ну-ка, смотрите, какой красавчик у нас тут лежит. И еще бревнушко. Нормально. Нормально, говорю вам. А теперь в трактор пойдемте сядем. Конечно, большое упущение, что здесь нельзя кататься на транспорте. Хотя, может быть, и наоборот. Было бы тупо. Ну давайте зайдем. Там я вижу, что уже барахло валяется. Что еще, что еще, что еще. В целом, больше ничего. Не забываем кушать. Я хочу, чтобы у меня повысилась выносливость. Это моя миссия сегодня. Я должен грохнуть волка с помощью револьвера. Это место очень мистически выглядит, на самом деле. Вот эти голые березки. И такие все одинаковые, как будто я в какой-то инопланетном месте нахожусь. Смотрите. Эта березка отличается ото всех. Она ободранная. Мишка. О нет. Мишка. О, он исчез здесь. Ворона опять. Какая жуть, какая жуть, блин. Недаром мне снилось сегодня, что я его встречу. Только я не могу понять, как он... А, вот. Мы прям по его стопам идем. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня еще такого никогда не было, чтобы я прям выслеживал его. Стоп, вон он. Вон он там сидит. Он пытается куда-то пройти явно, но он застрял в стене. Так, присели. Какой план, друзья? Что мы делаем? Я не знаю, что мы делаем. Камнем в него не получится, разумеется. Это глупый револьвер. Вряд ли причинит ему особой боли. Хотя, если мы заберемся вот сюда, вот на этот выступ, мы сможем подойти. И он не сможет ничего нам сделать. Он что, думает, что там его пещера? Куда он пытается пойти? Он тупой. Я уже слышу его. Не подозревает, что я великий охотник. Великий продыряверитель. Продыряверитель? Дыряверитель? Продыряверитель. Дырявльщик. Дырявльщик голов. Вот, да, так правильно будет. Великий дырявльщик голов. Подкрадываюсь незаметно. Так что он вообще не подозревает. Еще такой сидит, небось, продумывает новый план, как застать меня врасплох. А что, если я пророю туннель и проберусь под снегом прямо в дом фермерский? Евгений не будет подозревать. Типил думает, что я все еще там живу. Давно уже там не живу. Ребят, ну что, рискнем? Рискнем. Мистер Мишка. Что вы там забыли? Он обглодал кого-то. Городай! О, хорошо, кровушку пустил. Что ты скажешь на это? Евгений, это были вы? Мне трудно понять, потому что теперь я не вижу ничего. А, вот вы где? Нет, нет, он не может забраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найн! Я в его берлоге. Я в его берлоге. Нельзя здесь оставаться. Нельзя. Смотрите, судя по тому, как много крови вылилось, ему вообще не понравилось это. А куда он свалил-то? Он только начал бежать обратно на меня. Если он побежит, то я спрыгну опять. Блядь, куда он побежал? И откуда он придет? Вот так весело всегда бывает. Вот такие вот. Я такой страдаю. Зачем я это делаю? Мне же выживать надо. Но я не могу выживать с ним в одном лесу. Это мой лес. Я царь природы. Я царь генков грибных. И царь каждой дырки в скале. Все. Он ушел, да? Мы прогнали его. Вот я вижу, как здесь он развернулся. И подрапал куда-то. Вот сюда. Нет. Куда же он мог побежать-то? Оживился я. О, там какой-то дом разрушенный. Вот туда скорее будет. Собственно. Мне кажется, что мы его не увидим уже. Он наверняка куда-то туда побежал. Иначе бы я его видел. Вот если бы он сюда побежал. Я бы увидел, как он пробежал. Окей. Все, ладно, пошли. И вот здесь я начинаю на очечка подсаживаться. Наверняка сейчас на монтаже играет очень такая, знаете, настораживающая музыка. И вы максимально проникаетесь атмосферой. Вы леденеете, как и я в этой игре. Вы с трепетом ожидаете столкновения под эту музыку. Я очень хорошо подбираю музыку. Погодите, древушки. Маленькие деревья, которым не суждено вырасти, потому что я злодей. Иди сюда собрать молодую березку. Все собраны. Все молчать. Заткнись. Опа, я не могу бежать уже. А что за избушка? Вот сейчас вообще не хотелось бы с Мишкой встречаться. Я просто уже обозначил, что я босс главный здесь. И ему здесь не рады. И все. Я даже не стал. И у него нет смысла убивать. Мы же мужики. Мы так не делаем. Нам пару раз друг друга так. Тяп-тяп. И все. И все сразу становится понятно. Совсем какой-то обледневший уже чувак. Ты что, совсем обледенел, что ли? Да, это прям даже другое. Я такого не видел еще. Ну, в нашем случае с Мишкой я ему сделал просто дрень в башке. Хорошие кроссовки. Пуля прошла насквозь. Вылетела через зачечка. Всегда, когда я говорю про жопу, очень смешно становится. Я люблю жопу. Ой, ну, в смысле шутить про жопу. Все. Зарываю себе. А, женские. Вот. Женские жопы. Мерзно звучит. Звучу как маньяк сраный. Надо бы вырезать все это. Мы, кажется, неплохо поналутали здесь. Вот это тоже можно подобрать. Почему бы и нет. Ну что, домой? Угу. Я думаю, в самый раз сейчас пойти домой. Вон он! Вон он! О, я видел его! Творюга. Так. Безумная идея. Очень тупая. Прям, ой, ой, вообще-то чертовски тупая идея. Че я тут еще понабрал себе, блин, говна всякого? А, бросить, бросить. Потом возьму тапки, бросить. Ага. О, ну слышал! Евгений, ты просто смельчак. Ты безумный смельчак. Вон он идет прямо в мою сторону. Ой, мама! Он прямо так медленно идет. Евгений, я тебя вижу. Не думаю, что в этот раз ты сможешь от меня уйти. Твоя маленькая пукалка ничего не изменит. Молчать! У меня есть дичайший план. Вон он ползет в мою сторону, убогий, кривоногий. Эээ, ладно. Слышите? Слышите? Вон он! Вон он бежит. Мама, куда он убежал? Вон там он орет. Ай, я смелый какой. Вон он, по горе пробежался. Я видел его пиксель. Жопный пиксель. Жопа смешная. Любил жопу. Ой. Он все-таки бежит ко мне. Найн. 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 Слышите? Вон он. Он просто в ярости. Мам, мишень. Ебки-то я на меня бесят. Не могу его убить. Он психологически на меня воздействует. Он бегает так, что я его едва вижу. Ну, скорее всего, возможно, это от нечеловеческой боли. Так, ну, побегал ты, Мишка, и что дальше? Давай, делай свой ход. Надо взять бревнышко. Но все нормально. Все нормально у тебя. Не боись. Стоп. Вот эти палочки тоже надо взять. Давайте-ка сюда в безопасность. По-бырому. Как только можем. Опа. Что это? Патрончик. Как здорово, что я его здесь нашел. Так, давайте-ка забабахаем тут себе кострище. Разжечь. А, белиссимо. Сейчас будем греться. А пока мы это делаем, мы положим... О, блин. Мы что? Мы не можем крольчатину пожрать, к сожалению. Ладно, давайте томатный суп. Ой, 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 блин. Ой, блин, блин, блин. Что он делает? Почему он до сих пор бегает? И как он? Он же туда и так убежал. Он что, второго позвал? Окей. До готовности четыре минуты. О, я в ловушке. Я чувствую себя, знаете, как? Как те дайверы, которые ныряют в клетки и плавают среди белых акул. Давай, бурли быстрее. Готово. Кушать. О, прекрасно. К сожалению, я чертовски устал. И мне надо бы вернуться домой. Потому что из-за усталости я не могу бегать. Нет, я еще могу бегать. О, план такой. Я хватаю шмотки и обхожу вот так. И иду до амбара. Я полностью согрелся, но поднялся ветер. Ну, давайте. Ой, погода не очень хорошая. Лучше сейчас не сражаться с Мишкой. Что у нас тут есть? Поношенные ботинки. Давайте, в принципе, все. Остальное говно. А к чему? Да я даже не знаю, для чего я это взял. Мне это не нравится. Ой, жалко, что я лежак с собой не взял. Как же жалко. Я бы где-нибудь на горе поспал бы. Окей. Я уже почти вышел из ультра опасной зоны. Теперь просто опасная зона начинается. Плис, плис, плис. Никаких медведей. Ага. Нормуль. Он прям вообще свалил отсюда. Он свалил с этих краев полностью. Это прикольно. Миссия выполнена. Тихо. 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 Показалось, что я что-то услышал. Нечто медвежье. Медвежьи вибрации, знаете. Смердячие медвежьи вибрации. И все-таки у меня пока нет представления о том, насколько силен револьвер. По сравнению с ружьем. У волка можно с первого выстрела убить из ружья. А вот из револьвера я еще не протестировал. А вот и амбарушка. Ой, ты мой сладкий. И раз, два, три. И я пришел. Ух, хорошо. А, зашибись. Чувствую себя просто потрясающе. Надрал задницу медведю. Погулял немножко на ночь. Глядя. Очень хорошо. Очень полезный образ жизни у меня. Ну, на этом мы с вами закончим. Я очень надеюсь, что вам понравилась моя безумная вылазка. Но, оттого не менее, забавная. Это самое главное. В общем, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВК. В стиме. Все ссылки будут в описании под видео. И, кстати, как вы думаете, что мне стоит замутить на сотый выпуск The Long Dark? Как отметить это великое событие? Это самая-самая долгоиграющая игра на нашем канале. Пишите в комментах, что вы думаете, что можно сделать с этим. Я постараюсь прислушаться. Вот, у меня есть пара своих задумок. Не буду пока говорить каких. В общем, увидимся в комментах. Пишите. А также не забывайте подписываться на канал. Вступайте в группу ВК, в Инстаграм. В общем, повсюду. Все соцсети будут в описании под видео. С вами был Юджин. И всем пять! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!